Человек, который изучает Кабалу, я подчеркиваю, человек, а не мужчина. Человек, который изучает Кабалу, он должен заботиться о том, чтобы исправить свою часть в общей системе, называемой творения или Адам, относительно абсолютно всех неживых, растительных, животных и человеческих творений. И через них на Творца. Если он таким образом поступает, он называется Адам, подобный Творцу. Неважно, он женщина или мужчина в нашем мире. Но в действии, я еще раз говорю, в нашем мире мужчина может произвести в этом большую работу, чем женщина, потому что его эгоизм и его отвлечение от устремления к Творцу, они больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова